Мы продолжаем нашу программу и сейчас мы поговорим о полезном отдыхе. С нами в гостях Анна Шумилова, бизнес-тренер, руководитель нескольких программ в Академии семейного образования Веры Пупыревой и вообще вот умница, красавица и обаятельная дама. И вот мы поговорим о том, как можно отдыхать с пользой. Все уже привыкли к тому, что есть здоровый образ жизни, да, все на лыжах, все на санках, на базы, еще куда-то, это понятно, об этом договорились. А есть ли какие-то другие варианты отдыха, чтобы вот и для головы, и для тела, и для сердца и как-то вот так вот, чтобы и взгляд на мир прямо поправить? Ну, когда-то мне казалось, что таких мест не существует, поэтому пришлось создавать их самой. Я сторонник интеллектуального отдыха, но сама себя развлекать не умею. И на базе Академии семейного образования Веры Пупыревой мы создали такую программу, которая называется «Ночное рандеву на фоне галактики». Это место, куда можно прийти и отдохнуть интеллектуально, и при этом немножко подвигаться и получить удовольствие от движения. Это образовательное мероприятие или это культурное мероприятие? Мы это называем образовательный коктейль. Мы попытались совместить вот эти два компонента. Первая часть программы, она как раз интеллектуальная. Это о том, что можно немножко подкорректировать свои жизненные установки, поразмыслить, пообщаться с другими людьми на какие-то конкретные темы. На каждый вечер заявлена конкретная тема. И после этого можно подвигаться, потанцевать, пообщаться, спокойно расслабиться. А вот не кажется ли вам, что люди, которые целыми днями и ночами работали, трудились, а потом пришли отдыхать, а тут бац, что-то корректировать, какие-то задания выполнять, вот это, наверное, ведь очень тяжело с непривычки? Это очень необычный формат, но он проходит в игровой форме, и поэтому это не тяжело. Это интересно. Мы говорим о том, что зона роста, она не обязательно должна быть дискомфортной. Она может быть очень интересной и увлекательной. А вот не все, наверное, любят играть. Кто клиент или кто тот человек, который придет и по полной сможет оторваться, вот и поиграть, и там для ума, и для тела, все радости собрать с этой программы? Это самое первое большое предубеждение, когда люди говорят, я уже не в том возрасте, я не подросток, я не тинейджер, игра это не для меня. Но у меня есть такое хобби, я читаю научные работы на разных языках мира, и поэтому собрала огромное количество информации, которую успела проверить, понаблюдать за людьми. Дело в том, что игра – это естественная форма жизни человека в любом возрасте. Если в детстве это кажется естественным, потому что нет ничего иного, то с возрастом игру замещают работа, какие-то ответственные отношения, что-то еще такое, где мы очень много важности привносим в процесс. Но игра, она не уходит полностью из нашей жизни, она остается где-то там на втором плане. Если ей позволить выйти на план первый, хотя бы иногда, в пятницу вечером, то уходит вот эта излишняя важность, и жизнь становится такой вкусной. Ну, мне-то как раз кажется, что современные дети очень обделены в том плане, что их как-то рано очень делают серьезными, то есть их в садике уже начинают готовить к школе, в школе начинают готовить к ЕГЭ, и как раз игру у нас из жизни постепенно выхолощивают, заменяя это взрослыми какими-то занятиями. Все так и есть, и самое страшное и опасное, что современные дети на самом деле способны быстро взрослеть. Но задача нас, родителей, сделать так, чтобы этот период в жизни ребенка задержался как можно дольше. Я как бизнес-тренер, меня приглашали, я приходила на предприятие, я решала различные проблемы с персоналом. Где-то подтягивала профессиональные компетенции, знания, умения, но поняла, что проблема не тогда начинается, когда человек приходит на рабочее место. Проблема начинается где-то раньше. Потом я стала работать с колледжами и со школами, смотреть, как себя ведут дети на чуть более раннем периоде, и смотреть, что там я могу как специалист изменить для того, чтобы из них потом вырастали квалифицированные, хорошие кадры. И я опять сталкивалась тем, что школа и институт – это не те места, где надо начинать работать. Проблема начинается с садика. И я понимаю, что есть в этой схеме какой-то сбой, какой-то системный сбой в системе образования. И вся эта история привела меня к тому, что я сейчас играю в разные игры с детьми, с подростками и со взрослыми людьми. И игра стала для меня тем самым инструментом, который помогает людям сделать жизнь проще, легче. И мне многие рутинные и часто интуитивные процессы в жизни в отношениях, на рабочем месте трансформировать через игру в здоровые вещи. Там, где можно проработать какую-то конкретную проблематику и потом жить уже с этим спокойно. А вот в программе «Ночной рандеву» на фоне галактики, там время заявлено такое интересное – с 22 до часу ночи. Вы считаете, что люди способны в это время проявлять какую-то интеллектуальную активность? Мы считаем, что люди спокойно в это время могут расслабиться и уже не думать о том, что есть какие-то более важные дела. То есть это такой способ уйти от мира в галактику? Возможно. Возможно. Есть еще одна программа, которую вы ведете в Академии, которая ориентирована, я так понимаю, уже на более широкую публику. Если «Ночной рандеву» это 21+, то «Мечтать и целиться». И вот программа «Режиссер жизни» она на более широкую аудиторию. 12+. 12+, прекрасно. Мне очень трудно представляется программа, в которую пришел 12-летний ребенок, 40-летний дяденька и 60-летняя тетенька. Может ли быть успешным такой проект, если аудитория собирается таким нетипичным образом? Это моя любимая программа. Называется она... Поскольку она моя любимая, я так много могу про нее сказать, а время у нас ограничено, поэтому я прям так затрудняюсь, как же ее представить. Ну, как преодолеть трудности разных людей в групповой какой-то работе? Ну, то есть, ну, приходит совершенно... Ведь, понимаете, мы же говорим, образование веселое, образование с легкостью, образование через развлечение. Но мы же знаем, что развлекаться многие люди, особенно в Перми, в городе, в общем, закрытом, предпочитают со своими. А тут мы попадаем в пространство, где много чужих незнакомых. Какое тут развлечение? Тут сидишь и переживаешь, как бы дураком не выглядеть, извините. Эта программа прекрасна тем, что, несмотря на то, что в зале одновременно находится много людей, в зале царит полная тишина, и у каждого конкретного игрока игра развивается совершенно по-своему. Он как бы в группе, но как бы один. Каждый работает сам наедине со своей историей. Мы представляем это как трансформационную игру. Называется она Лила. Но это с очень большой натяжкой. Эту штуку можно называть игрой. Это все-таки гораздо более серьезная вещь. Это, можно сказать, даже духовная практика. Это некий такой инструмент, с помощью которого мы исследуем свой собственный внутренний мир. В зале, где находится публика, на полу размещается поле игры. Такая карта, на которой 72 клетки. Каждая клеточка представляет из себя определенную часть внутреннего мира. И каждый игрок путешествует по этому миру совершенно самостоятельно, независимо от остальных. И только в том случае, если он в процессе игры сталкивается с какими-то сложностями, он обращается к игромастеру. И задает свои вопросы совершенно в интимной атмосфере. И никто не является свидетелем этого диалога. Поэтому не нужно переживать, что будешь выглядеть как-то некорректно, неинтересно. И, собственно, ты настолько погружаешься в свой собственный внутренний мир, что тебе... Ты не замечаешь тех, кто есть еще рядом. Каждый прозывает свою собственную историю. И эта игрушка, она пришла к нам издалека. Ей уже 4000 лет. Очень издалека. Очень издалека, да. В разных странах мира была такая интересная практика. Вот конкретно эта, под названием Лила, пришла к нам из Индии. Но в России тоже была такая игра. Она называлась Лестница Иакова. Но, к сожалению, традиция пока утеряна. И я, как коллекционер, ее пытаюсь найти. И изучаю различные источники. Но пока я ее не обрела. Поэтому играем с тем, что есть. Вот. Индуцы предполагали, что внутренний мир человека, он такой же, как и мир внешний. Он одинаковый, единый на всех. Но мир внешний, он уже описан. У нас есть атласы. Мы знаем, что если мы хотим из одного города переехать в другой город, мы знаем, по какой дороге мы поедем, какие у нас есть заправочные станции по пути, какие у нас есть кафе, где у нас есть место для ночлега. И мы уже свой путь из точки А в точку Б каким-то образом можем предположить, описать и заложить свои ресурсы. И мы понимаем, мы точно доедем. И не останемся голодными и без ночлега. Правильно? А когда мы достигаем своих каких-то иных целей, ну, например, я хочу похудеть, или я хочу сменить работу, или я хочу построить новое отношение, сталкиваемся с какими-то сложностями и начинаем переживать. А может быть, я себе это все придумала цель не моя. А сталкиваюсь с какими-то сложностями, которые непонятно как преодолеть. И каждый эту свою историю переживает сам. Мой внутренний мир, он такой уникальный, интересный, неповторимый. Какой смысл просить помощи? Чужая душа потемки, мне никто не поможет. Человек либо замыкается в себе, либо просит помощи, ему дают советы, но советы не работают, потому что из картины мира другого человека советы не работают. А взаимодействуя с игрой, он может получить какие-то ответы из картины своего внутреннего мира? Тема прекрасна, это методика, что именно так все и происходит. Вряд ли игра сможет вас чему-то научить, она может сфокусировать ваше внимание на определенные точки внутри вашей души. Вы исследуете эту тему, размышляете, можете задать вопросы окружающим вас людям, но решение вы принимаете самостоятельно, только исходя из той информации, которая у вас есть внутри, и которая вам по душе. А вот трансформационная игра в названии, да? Речь идет о том, что после игры вы уже не будете таким, как прежде. После того, как вы исследуете эти свои 72 компонента своей души, вы непременно изменитесь. Ну что ж, друзья мои, если вы готовы меняться, то приходите играть в Лила. А если вы готовы попробовать на себе какой-то нетипичный вид отдыха, да? А в Перми, вот на мой взгляд, в Перми вообще трудно отдыхать людям, ну, которым за 25. Я не знаю, как тем, которые моложе, они там, может, еще какие-то клубы для них есть, но какого-то при обилии предложений, какого-то вот такого синтетического варианта, чтобы и уму, и сердцу поплясать, наверное, на самом деле пока нет. А вот еще про развлекательную часть ночного рандеву с галактикой. Понятно, собрались разные-разные опять-таки люди, да? Как-то поиграли, чему-то научились. Это часто, а там еще же 3 часа дальше. Мы оставим это сюрпризом. Вау! Это будет интрига. Ну, хотя бы виды деятельности. Я допускаю, что это может быть живая музыка, это могут быть танцы, это может быть какой-нибудь мастер-класс по напиткам. Если это будет какая-то группа уже знакомых между собой людей, я предполагаю, что они могут даже по своему усмотрению попросить организовать им что-то конкретное на вторую часть. То есть, по большому счету, ночное рандеву на фоне галактики – это такой формат, который можно заказать для дня рождения, для какого-то события, корпоратив, так нетипично ответить, да? То есть, не звать себе одного тамаду, да, который будет там толстый говорить, да? А собрать компанию и прийти в академию. Ждем вас в гости. Ну, я все-таки вот о другом. То есть, Пермь – закрытый город. Но он такой, вот он постпромышленный, он населен людьми, которые, в общем, больше люди делают, чем у какого-то праздника. Как вы оцениваете перспективы развития таких игр? Я думаю… Что должно измениться в людях? Или какие люди… Кто вообще пойдет на эти программы? А, вся прелесть в том, что людям не надо меняться. Как раз для закрытых людей мы, наверное, идеальное место, это потому, что мы создаем некий контекст, внутри которого они уже могут раскрыться. То есть, если я никогда в жизни не участвовала ни в каких тренингах, и панически боюсь любых форм массовой какой-то деятельности, то мне к вам. Да. Коротко. И мне будет хорошо, комфортно, и я с пользой проведу время. Да. Я могу со своей стороны гарантировать, что у вас будет масса интересных и полезных знакомств, приятное времяпрепровождение и личное открытие. Тогда давайте еще пофантазируем. То есть, а какими качествами должен обладать человек, чтобы на такую программу… Или чего ему должно не хватать? Вот тут два, да? То есть, либо каким он должен быть по характеру, чтобы к нам прийти, либо чего ему должно не хватать, зачем к нам можно. Я в своей оценке могу заблуждаться, но мое представление таково. Если человек как раз закрытый, и он не умеет сам себе организовывать отдых, то ему как раз будет очень сильно комфортно, потому что мы очень мягко, очень нежно начнем вот это самое знакомство и общение. Это не то же самое, что прийти куда-то на какую-то программу в клуб, где все сразу скачут, пляшут, и не понимаешь, куда ты попал, а это не совсем твой формат. Здесь мы тихонечко, нежно входим в ситуацию. Мы сначала общаемся, мы совершаем какие-то совершенно безобидные такие вот процессы, процедуры. Мы играем. Причем, в чем прекрасная игра, тем, что если она тебе не нравится, ты не обязан в ней участвовать. Можешь побыть пока наблюдателем. Но в то же время... Когда ты приходишь куда-то на корпоратив, неизвестно, что тебе предложит Тамада, и как ты будешь выглядеть в той или иной ситуации. Ну вот я думаю, что вот именно вот этот опыт у людей и приводит к тому, что они боятся таких ситуаций. Вообще любой ситуации, где есть тренинг, где надо что-то сделать, то есть просто... Надо как-то внезапно проявиться. Да, здесь такого нет. И тебе не нужно одному вот так вот прям вот встать и начать что-то из себя изображать. Те игры, которые вот, например, конкретно в первой части рандеву, мы людей знакомим, мы их учим знакомиться, потом мы их объединяем в две команды, и там групповая ответственность. То есть можно спрятаться за спину соседа. Да, при большом желании это удастся. А при желании как-то себя проявить и показать себя лидером или красавчиком, такой шанс тоже будет. Ага. То есть хочешь себя проявить, приходи на рандеву, хочешь просто посмотреть, как проявляют себя разные люди, и, ну, не все же сразу готовы, да, к открытому, к прямому делу, кто-то во внутреннем долго сидит, то тоже уместна такая стратегия. Да. Замечательно. Тогда такой вот вопрос. Ну, понятно, что он очень индивидуальный, но какие-то все равно же, наверное, правильные ответы или общие прикидки есть. С чем выйдет человек с этой программой? Вот конкретно. Если вы посетили рандбур, вы обретете то-то, то-то, то-то. Или благодаря игре Лила вы сможете? Благодаря игре Лила вы абсолютно точно сможете получить ответы на вопросы, которые вас волнуют. Почему я не могу сделать то-то, то-то, то-то? Почему моя жизнь развивается именно вот так, а не как-то иначе? Что я могу сделать по-другому? Как я могу себя чувствовать по-другому? И Лила дает ответы. Вопросы, касающиеся моего внутреннего мира. И моих непроявлений. Это я к тому, чтобы у зрителей не возникло иллюзии, что я хочу узнать, когда я стану богатым. А такой то, чем прекрасна Лила, в отличие от всех остальных систем цели и полагания, в ней можно задавать неконкретные вопросы, как говорят бизнес-тренеры, не по смарту, не оцифрованно. И на эти вопросы эта техника тоже дает ответы. То есть она ответит, когда у меня в жизни появится большая любовь, когда я стану богатым? Она способна. Лила способна творить такие чудеса. Но, скорее всего, вы не услышите через 3 часа игры какую-то дату. Вот, например, в 7 часов вечера, 31 декабря 2015, 2016, 2017, 2018 года. Нет, таких ответов она не дает. Но, возможно, через 3 часа игры, невозможно, а, скорее всего, вы простроите для себя какую-то внутреннюю стратегию. И вы захотите услышать ответ, не какая это дата, а что же я могу такое делать с завтрашнего дня по-другому и с полной уверенностью в том, что эти действия приведут к этому результату. И это появится энергия на эти действия. Поэтому вы будете уже другим человеком. Или как я смогу изменить обстоятельства вокруг себя. Себя в обстоятельствах. Себя в обстоятельствах. Очень интересно. Друзья мои, вот я понимаю, что для многих, наверное, это такая зона абстракции, потому что образование мы все получали, в общем, в мире других немножко ценностей, других немножко способов. Ну, в большинстве своем. Я думаю, что стоит попробовать поиграть во что-то нетипичное и открыть для себя мир, как сказать, игру, которая поможет обрести навигацию по своему внутреннему миру. Это прекрасный инструмент, который показывает взаимосвязь между внутренним, вот тем вот душевным состоянием и внешними социальными и карьерными успехами. Вот прям простраивает эту конкретную взаимосвязь. С какого возраста можно играть в Лила? Можно пробовать с 14 лет. Можно пробовать с более раннего возраста, но тогда в индивидуальном порядке, чтобы игропрактик был рядом с ребенком и мог проговаривать все то, что игра предлагает на осмысление, и разговаривать с ребенком о том, как он это понимает, какие из этих слов ему уже встречались. Игропрактик выступает как переводчик-интерпретатор, да? Да, важно понимать, что ребенок уже сталкивался с теми элементами жизни, которые заложены в игре. Ну, например, что такое радость и что такое любовь, детки понимают уже с раннего возраста. Но есть такие вещи, как зависть. Детки не всегда к 12 годам понимают такую вещь или как-то интерпретируют ее по-своему. Что такое, например, приверженность к себе? О как! Я думаю, тут куча взрослых у экранов зависла с вопросом, что есть приверженность к себе. Это вот мы когда работали с убеждениями, это вообще большая трудность для многих людей. Ну, как-то все живут не сильно осмысливая, какие мои ценности, какие мои убеждения, где границы того, за что я, допустим, готов рисковать всем, где включает жизнь и свободу, а где то, за что я даже и не поднимусь, и не пойду никуда, и делать ничего не буду. То есть игра и какие-то, как сказать, ценностные установки формирует, или она их показывает? Скорее показывает и дает время на то, чтобы над этим поразмыслить. То есть игра Алила – это такое зеркало твоего внутреннего мира. Зеркало твоей души. Зеркало души. И возможность как-то в этот мир выстроить тропинки, да, из внутреннего мира в мир внешний. Наладить нейронные связи. Ну, друзья мои, нам очень часто бывает трудно с собой. Нам еще чаще бывает трудно с другими. Мы их не всегда понимаем. Мы не всегда соответствуем их ожиданиям. Мир не всегда соответствует нашим ожиданиям. Поэтому вот Анна сейчас представила нам возможности поискать свое место в мире, наверное, да? в хорошей компании, на проверенных методиках, веками проверенных методиках. И я думаю, что на такой опыт можно отважиться. Анна, что бы вы пожелали нашим зрителям, да, которые... Смелости в экспериментах. Итак, ну, смелости нам всем. Спасибо, Анна. Благодарим вас за внимание. Через несколько минут мы вернемся в эту студию с куклами, домашним театром и уже для людей более младшего возраста. Ну, и для родителей, в принципе, тоже.